Ну вот, наконец-то дошли у меня руки для того, чтобы проверить венпот, изобретение китайской промышленности. Прошу прощения за фокус, немножко перемодел на камере. Что удивляет, в изделии это качество исполнения. Коробка, причиндалы, да и само устройство сделано на отличную пятерку. Инструкция простая, но доступная. Правда, все на английском языке, но по картинкам все понятно. Карточка клиента, по которой можете зарегистрировать этот продукт и скачать программное обеспечение. Но, скажу, у меня не получилось. Там сайт на китайском языке и как скачать какую-то прошивку, что допускаю, нужно обновлять в этом устройстве. У меня не получилось. Само устройство сделано очень хорошо. И пластик такой приятный по исполнению. Все интуитивно понятно, все настраивается легко. Калибровка проводится вот таким образом. Нажимаем, он крутится, останавливается. И с этого момента вы можете им пользоваться. Выключение двойным щелчком происходит. В коробку входит, на предыдущих кадрах было видно, чехольчик очень приятный, резинка для крепления камеры и вот сама инструкция. А, кабели USB-шные. Ну, собственно говоря, что можно было там еще ожидать для этого устройства. Сервопривод не такой мощный и чувствуется какая-то дискретизация, то есть шажки в движении самого моторчика. В принципе, не критично, но, наверное, если требуется более плавное движение или там более четкое, то нужно на это обратить внимание. Крепление может быть как обычной камеры, так и телефона. Поддерживается портретный режим. Из этого устройства ничто не выпадает. Крепится, держится довольно-таки крепко. Но и на мотоциклах понятно, что нужно использовать еще эту резиночку, а может быть даже и дополнительный какой-то проводок, чтобы не потерять камеру. По весу я решил все-таки проверить, сколько это будет, потому что ощущение довольно-таки тяжелое. И получилось у нас 340 грамм, что, на мой взгляд, довольно-таки существенный вес. Вот. Но давайте посмотрим, как это устройство работает. Я его закрепил на штанге рам. И здесь, конечно, эти 340 грамм сказываются очень сильно. То есть мы видим большую тряску. Вот это пример, как работает камера со стабилизатором. Для сравнения, сейчас будут кадры о том, как работает камера на боку мотоцикла. Это вот снимает сешен гоупрошный. Вот. Из-за вот этих трясок камера отъезжает. Мозги у нее не отрабатывают. Не знаю, что это тряска, ускорение или там еще что-то. Поэтому частенько приходилось останавливать, настраивать. Но я, ГАИШу, может быть, не на саму камеру, а именно на крепление этой камеры на мотоцикле. То есть руль, сам Дукатти, конечно, еще та стиральная доска. Но не об этом сейчас. Вот я попытался руками поддержать. Кстати, вот видно на этих кадрах, что, по сути, наверное, отрабатывает система свое предназначение. Но не для определенных мотоциклов. Если он, наверное, будет мягенький, если он не будет трясти. И если решить вопрос с креплением, чтобы четко все было настроено, то, наверное, он будет работать и можно получить красивые кадры. Но вот у меня этого не получилось. То есть идет тряска очень сильная. И даже программное решение, имеется в виду, программная стабилизация изображения здесь не помогает. Ну, для примера, смотрим, как это от первого лица идет. И те же самые кадры с двух камер для проверки уровня горизонта. Для понимания все-таки вот еще несколько поворотов более глубоких. Ну, возможных для городской езды. Видно, что, да, камера пытается свой горизонт держать. Но вот, кстати, именно здесь я попытался использовать программную стабилизацию изображения. Как видите, не очень помогает. В очередной раз камера отъехала, пришлось ее инициализировать. Вот одна из дорожных ситуаций, которая что-то часто стала с машинами скорой помощи. Ну, и вот очередной поворот, да, камера как-то работает. Я поймал себя на мысли уже, монтировал это видео о том, что если ее опустить чуть пониже к асфальту и действительно решить вопрос в очередной раз, говорю об этом, о тряске, то можно получить довольно-таки забавные кадры. Но я вот специально оставил здесь неправильный угол. Это из-за того, что вес 340 грамм и ускорение, и торможение приводят к тому, что обычное крепление, вот как сейчас я показал от GoPro Session, оно не может удержать эту камеру на себе. Вот, и если вы ставите этот стабилизатор куда-то на хвост или на штангу, как у меня там в этих случаях стоит, то, наверное, вы не получите хорошего изображения. Вот здесь видно, что если вот так безнаклонно смотреть, как несешься между машинами, наверное, симпатичные кадры в хорошую погоду можно получить. Сегодня пошел немножко дождик, поэтому некоторые кадры запороты. Ну, и для любителей спорта, вот посмотрите, как эта камера отработала на треке. Помимо действительно большой тряски и очень сильных ускорений, у меня-то есть такое ощущение, что там гироскоп просто отъезжает вот именно из-за пцентростремительных каких-то ускорений или там сил. Соответственно, он просто даже не понимает, где у него земля и, соответственно, начинает крутиться вокруг своей оси. То есть стабилизация вообще не получается. И тут мы снова вспоминаем, почему камеры могут стоить под тысячу долларов. Продолжение следует...